В ближайшие 20 минут посвятим другой теме, выборам в Московскую городскую думу. На этот раз они пройдут почти по американскому сценарию с предварительными праймерис, в которых примут участие более тысячи человек. Гражданская инициатива «Майя Москва», такое движение, которое организует предварительное голосование, объявила окончательное число кандидатов и дала сегодня старт дебатам о том, будут ли сами публичные дискуссии проходить по западным стандартам. Зачем вообще Москве нужный праймерис, расскажет Карина Орлова. Коллеги, здравствуйте. Итак, итоговую пресс-конференцию в преддверии начала дебатов провели сегодня четыре члена оргкомитета «Майя Москвы». Это музыкант Валерий Сюткин, бизнесмен Михаил Кустнирович, юрист и общественный деятель Михаил Борщевский и Константин Ремчуков. Главный редактор «Независимой газеты» в интервью «Дождю» объяснил, чем «Моя Москва» отличается от другой московской известной гражданской инициативы Координационного совета оппозиции и зачем вообще нужны праймерис. Целью Координационного совета оппозиции было создание некого органа, который должен был кем-то руководить. И фиаско Координационного совета было предопределено эклектичным характером представленных там сил. Абсолютно идеологически несовместимых. И как только выборы закончились, выяснилось, что невозможно договориться ни по одной теме у этих людей нет. Наша инициатива, она в этом смысле абсолютно деполитизирована. И главный мотив заключался в том, что когда избирательная кампания из четырех недель на три недели падает на август, то реально очень сложно донести свою позицию. А поскольку выборы в Мосгордуму проходят по одномандатным округам, а таких выборов не было очень много времени, то выясняется, что даже технология, как себя продвигать, политтехнология, скорее всего, серьезно изменилась по сравнению с тем, что доминировала в последние годы, когда, например, раскручивается бренд «Единая Россия», раскручивается бренд «Справедливая Россия», там «Яблоко». И все люди идут, а технология раскручивания бренда партии легче, чем индивидуальный человек, который донести должен отличить на особенности своей позиции. Вот из-за того, что очень мало времени, чтобы индивидуально каждый кандидат мог достучаться в августе до избирателя, и была предложена вот эта инициатива с тем, чтобы фактически дать возможность самым активным, начать фактическую избирательную кампанию в Мосгордуме уже сейчас. Блин. Треть зарегистрированных кандидатов представляют 30 политических партий, однако, по мнению Михаила Борщевского, некоторые оппозиционные партии, а это были «Яблоко» и КПРФ, необоснованно не захотели участвовать в праймарис, даже несмотря на то, что «Моя Москва» не устанавливала для кандидатов никакие цензы ни по гражданству, ни по наличию судимости. В моем понимании, может, я не прав, но в моем понимании, для любой оппозиционной партии правильность – это возможность сказать, вот смотрите, вот когда было без размещений, когда все было почистлено, вот сколько можно править. Нет, не хотим. Почему? Короче говоря, просто у меня есть эмоции, я перехлёстываю, но я не понимаю, почему оппозиция, нет, при оппозиционной партии, не хотят воспользоваться вот такой вот возможностью, да хотят все, но не самые трудные. Вот Михаил Борщевский так разнервничался, что вот сидящий рядом Михаил Кучнирович даже срочно предложил ему воды. Но на сегодняшней пресс-конференции также и провели жеребьёвку дебатов, их очерёдности, и первыми в публичной дискуссии будут участвовать и районы Богородская, Преображенская и часть района Соколиная гора. Дебаты стартуют уже завтра, они пройдут в общественной палате Москвы, где оборудована небольшая профессиональная студия и организована прямая трансляция на сайте moskwan2014.rf. Вести дебаты приглашены профессиональные журналисты, но на вопрос, кто именно и от каких изданий, участники пресс-конференции ответили расплывчато. При этом Михаил Кучнирович сказал, что предложил «Москву-медиа», холдинг, созданный, напомню, по инициативе ВГТРК и Сергея Собянина. А Константин Ремчуков считает, что нужно привлекать ещё и телеканал «ТВ-центр». Особенностью вот этих дебатов станет то, что проходить они будут без широкого зрителя, только с участием журналистов. А горожанам предлагается смотреть трансляцию на сайте. Ну, соответственно, вопросы будут задавать друг другу сами участники, а также ведущие. Также я спросила членов оргкомитета, возможно ли в ходе дебатов будет обсуждать какие-то острые проблемы и в том числе критиковать мэрию. Или всё сведётся к выяснению ответа на вопрос, московская власть хорошая или очень хорошая. И вот, что ответил Валерий Сюткин. Главное направить оппонентов на то, как они видят, что нужно улучшить, а не на критику. То, что наша с вами жизнь несовершенна, мы знаем. Если говорить, что это плохо, это мы знаем. Мы будем стараться, чтобы они то время направили не на изложение фактов, которые уже эмусируются, а на то, как они видят пути улучшения, и что я ставлю себя на место того, кто участвует в дебатах. Вот я хочу сделать то-то, то-то, я говорю, вот в какой условии. А второй не согласен, а я ещё лучше готов. Вот именно это. Другой член оргкомитета моей Москвы Михаил Куснирович так ответил на вопрос, чтобы он хотел изменить столицу, и какие у него, может быть, есть претензии к городу и властям. У меня нет претензий к Москве. У меня есть большое желание, чтобы Москва была цветущим городом для людей. И чтобы вот этот вот тренд, он был очень важен. У СМИ в основном есть иллюзия, что вот у нас Капков есть прогрессивный. У человека вообще там работают ретроградные. По моему опыту общения это не совсем так. То есть там реально работают нормальные, вменяемые люди. Итак, дебаты начинаются 21 мая. Из известных общественностью людей в качестве кандидатов можно назвать актера Леонида Ермольника, он идёт от гражданской платформы, певицу Надежду Бабкину и главу экспертного центра пробок нет Александра Шумского. Дебаты будут проходить каждый день, кроме воскресенья. Закончатся они 6 июня, а само голосование назначено на 8 число. А что касается финансирования проекта, то оно осуществляется за счёт краудфандинга. Около 10 тысяч человек перевели почти 26 миллионов рублей на организацию этих праймарис. И как сообщается, взносы делали не только рядовые горожане, но и бизнесмены. Коллеги. Спасибо. Карина Орлова о том, зачем нужна коалиция «Моя Москва» и как пройдут праймарис перед выборами в Мосгордуму. Мы обсудим тему с гостями студии. С нами кандидаты на выборах в Мосгордуму Андрей Быстров, партия «Пятый день» говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. И Сергей Зверев, уже депутат Мосгордумы, партия «Единая Россия». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я приму в связи с нашей студией. По скайпу выходит Ольга Романова, также кандидат в Московскую городскую думу. Ольга, надеюсь, вы нас слышите. Добрый день. Добрый день. Давайте так, леди с фюст. Женщины начнем. Ольгу спрошу. Скажите, Ольга, вы зарегистрировались на праймарис? Да, нет. Почему? Нет, не зарегистрировалась. Почему? Сначала собиралась, потом почитала правила праймарис, потом посмотрела список участников, список организаторов и счетную комиссию. Так как правила у меня остались непонятные, а список организаторов и кандидатов совпал довольно серьезно, я решила, что это жульничество. И, как я наблюдаю сейчас, когда социологи ходят по домам, люди, называющиеся социологами, и спрашивают людей, жителей паспортные данные, говорят, что это логический опрос, а я понимаю, что довербуют выборщиков. Я просто все вижу. Я москвич. Это некрасиво. Андрей, тот же вопрос вам адресую. Ну, Оля, все правильно сказала. Я лишь добавлю, что, ну, очевидно же, это заметно невооруженным глазом, что это очередная профанация. То есть, получается, что ваш ответа также нет? Нет, конечно, да. Сергей. Я отношусь, наверное, к той категории, которая скажет, да, я зарегистрировался, я собираюсь участвовать в этом, но вот не соглашусь со своими оппонентами, на сегодня нет необходимости собирать паспортные данные. Вот так называемые выборщики, да, которых должен привести сам кандидат. Если он их сам не приведет, никто за кандидата этого не сделает. Поэтому вот те анкеты, которые собираю я, и сдаю их постепенно, это те люди, которые практически знают меня лично. Давайте послушаем, что хотел ответить Ольга Романова. Я хочу сказать, что, конечно, это делается под видом соцопросов. Вот ко мне вот лично домой пришли дамы из ЖЭП, которые сказали, что мне проводят соцопросы. Попросили мои паспортные данные, и по списку их вопросов, в которых не было ни одного социологического, я поняла, что с меня собирают данные, а, подпрайверис, и, во-вторых, что самое главное, по сбору голосов потомней от партий. То есть меня уже сейчас используют на потом. Прерывается связь. Да, связь, к сожалению, не очень устойчива с Ольгой Романовой. Но смотрите, Сергей, вы слышали слова Андрея о том, что это, или это Ольга сказала, что это профанация. Ну, прозвучаствовал так, по-моему, я это подтвердил. Ну, очевидно же, понимаете, зачем дублировать вообще сущности? То есть что мешает выставить сильному кандидату и определить свой уровень доверия на выборах? Для чего устраивать эти праймерис? Партия власти прекрасно знает, что оппозиция ресурс ограничен. У них нет административного ресурса, у них нет подневольных учителей и остальных бюджетников. То есть это направлено в том числе и на оттягивание ресурсов оппозиции, чтобы человек здесь, собственно, выложился, устал и дальше пришел на выборы уже весь истощен. Это так, Андрей, поскольку Сергей у нас один, а вас с Ольгой все-таки двое. Мы такой сделаем выжимку. Для чего нужны праймерис, Сергей? Почему? Я думаю, до этого были эфиры, где организаторы высказывали свою точку зрения. Они предложили всем поучаствовать в этом процессе. Как вы это понимаете? Зачем праймерис? Я понимаю это так. Зачем вы будете принимать в них участие? Тогда начнем с этого. Поступило такое предложение. Мы увидели инициативу людей, которые самоорганизовались и предложили всем поучаствовать в предварительном голосовании. Это волен каждый человек был, либо принять в этом участие, либо не принимать. То же самое и для партии и власти. У нас не было какого-то обязательного решения нашей городской партийной организации, что все идут на предварительное голосование. Дело каждого депутата, члены партии в этом принять участие. И вы все-таки решили принять участие? Да, я решил принять участие, потому что у меня есть поддержка людей, с которыми я работал все эти годы, которые знают меня. Тем более, зачем вам праймерис? Мне надо лишний раз убедиться в этой поддержке. Я дал возможность людям услышать, с чем я собираюсь идти дальше. Я ответил, наверное, на неудобные вопросы, которые мне задают, в том числе и оппоненты, что я делал последние 4 года и тому подобное. То есть это нормальный такой... То есть для вас это возможность встречи с избирателями просто? Дополнительные встречи и ощущения своих возможностей. Смотрите, если вы с успехом проходите эти праймерис и получаете какую-то серьезную поддержку от людей во время этого мероприятия, вы затем будете себя, вероятно, вы об этом уже думали, позиционировать себя как человека, успешно прошедшего праймерис, или позиционировать себя как представителя Единой России. Поскольку не секрет, вам также это известно, что некоторые ваши оппоненты считают праймерис некой такой обманкой, что ли, чтобы, дескать, кандидаты Единой России и потом свою принадлежность к партии власти не афишировали, а в первую очередь ставили то, что они выиграли праймерис. Я вот начну, наверное, с последнего тезиса. Я не могу не афишировать свою принадлежность к Единой России. Я замсельсвитаря городской партийной организации. Скрыть это невозможно. Да, и представьте себе, что я вот скрыл, я говорю о том, что я победил в праймерисе, пока об этом рано говорить, этот этап надо пройти. И я это скрываю. Но все люди на виду, партийная принадлежность всех людей известна. И сознательно это скрывать, прикрываясь результатами предварительного голосования, ну, я думаю, что это путь в никуда. Мы хотели еще, вроде бы, планировали поговорить по поводу дебатов кандидатов в общественной палате, которая начнется завтра. Но я думаю, что стоит этот пункт даже и пропустить. Ну, для парафорума, слушаю. Андрей, вы собираетесь участвовать в дебатах кандидатов в общественной палате, которая начнется завтра? Нет, не собираюсь. А как вы собираетесь встречаться с избирателями, если вы не пользуетесь вот этими возможностями? Вы же хотите выиграть, не просто поучаствовать, да? Как вы оцениваете свои шансы в этом контексте? Понимаете, я не вижу здесь, точнее, я вижу здесь противоречия, достаточно странный вопрос, почему там «Моя Москва» или дебаты в общественной палате должны подменять реальную работу, реальные встречи с избирателями в своем округе, в котором ты собираешься баллотироваться. Ну, понимаете, нам говорят о том, что партия власти не в курсе, что такая инициатива, точнее, что она совершенно произошла снизу, что они были совершенно не в курсе, им предложили. Но это же, ну, очевидно, создается не только впечатление, а это действительно так, что это всего лишь является вот таким билетом, очистителем, чтобы они не являлись представителями «Единой России», так как их избранный мэр, представитель, член Генсовета «Единой России», он почему-то шел у нас самовыдвиженцем, я вас уверяю, будет ровно такая же ситуация, все победители на праймере, если мы потом можем пересмотреть этот эфир, пойдут с самовыдвиженцами, а не представителями партии власти. Хорошо, мы можем это запомнить и потом проверить. Я еще раз повторю, вот точную вопрос, как вы собираетесь победить? Вы же хотите победить, как вы проводите тогда работу с избирателями? Просто вот в общественной палате можно все что угодно думать по поводу этих дебатов, но их просто транслируют, например. Да ты понимаешь, не дебатами нужно завоевывать авторитет, не вот этими псевдогражданскими инициативами, но уже действительно реальной работой доказывать, что ты выражаешь интересы своих избирателей и людей, которые нацелены на перемены. Но очевидность, что сегодня 32 единороса, которые сидят в Московской городской думе, они не представляют население Москвы. Я, например, являюсь, помимо того, что я соучредитель партии 5 декабря, я еще и активист движения «За парк». И мы достаточно много нашумевших историй московских разоблачали коррупционную реконструкцию парка «Березовая роща» на 400 миллионов. Был закатан парк буквально вот этим циклом зимой и осенью, закатан в асфальт за 400 миллионов, действительно уголок живой природы. Мы его отстаивали вместе с активистами, вместе с жителями района. Я сам являюсь жителем Сокола, и оттуда там вырос, и оттуда иду избираться. Я вопрос к Ольге Романовой, вопрос, который затем я адресую и другим участникам нашего разговора. Вот сейчас многими столичный парламент не воспринимается как полностью самостоятельный орган власти. И как, на Ваш взгляд, после тех выборов, которые состоятся в сентябре, изменится ли эта ситуация, изменится ли это отношение к Московской городской думе? Я думаю, что после сентября вообще изменится отношение и к Московской городской думе, и само отношение Московской городской думы к избирателям. Потому что то, что происходит сейчас, это реальная предвыборная кампания, которая, не путать с праймерис, которая начнется, я надеюсь, в июне. Это действительно кампания, которая обещает быть очень интригующей. Это кампания, которая обещает быть интересной. Это кампания, которой сейчас все представители разных властей и гражданские активисты относятся весьма и весьма серьезно, а не как обычно. Потому что это вот такая первая кампания, первая битва за реальные проблемы. Когда ты говоришь со своими хорошими знакомыми, с активными людьми, и понимаешь вдруг, что ты говоришь с ними на тему ЖКХ, как будто ты 20 лет отработал прорабом в ЖЭКе. Ты уже эти вещи знаешь, которые абсолютно необходимы москвичу. Да, да, остается у нас, к сожалению, совсем мало времени. Я хочу Сергея спросить, вот сейчас в Мосгордуме 33, да, единороссы? Да, 33 БКТ, 32, 33 без одного, да. И коммунисты, трехкоммунистов. Какую будет Мосгордума следующая, как вы считаете? Вас будет меньше единороссов? Ну, это сложно предвидеть, это решат москвичи. Кто будет в Думе, да. Но, к сожалению, вот я сейчас внимательно слушал высказывания оппонентов. Опять очень много общих слов. Да, праймерис, это как раз был тем самым действом, где каждый должен сказать конкретные... Мы сейчас не праймерис, все-таки, да, мы же не предлагали прогласить программу. Да, и на тех же дебатах отвечать конкретными делами, что ты сделал. Я последние два года часто на встречах с жителями задавал вопрос, а есть ли здесь представители других партий? И вот я могу ответить, что в течение двух лет я не услышал ни на одной из встреч, да, я не беру сейчас, когда начался предвыборный цикл, что тут есть представители других партий, мы готовы взяться за решение либо таких-то вопросов, и мы предлагаем что-то делать. Вот у нас все очень активные появились, начиная там с февраля-января этого года. А до этого не было никого. Поэтому давайте конкретными делами выходить на избирательную кампанию. Простите, а где вы ждали представителей других партий? А у нас ежемесячно проходят встречи населения с главой района. Ах, в этом что? Да, и там есть возможность у каждого внести свои предложения, что мы предлагаем. Я вот в течение двух лет искал представителей как раз других партий, которые бы на территории моего избирательного округа что-то предлагали. Я, к сожалению, никого не видел. Сейчас мы видим многих с интересными предложениями, но я думаю, давайте подискутируем, как люди планируют это делать. Интригующий старт, по-моему, положен. Спасибо большое. Спасибо. С нами в студии были кандидаты на выборах Мосгордумы. Андрей Быстров от партии 5 декабря, депутат Мосгордумы от «Единой России» Сергей Зверев и независимый кандидат Ольга Романова.